Акция «Аппарат у дома ветерана» состоялась сегодня и по другому адресу. Житель Черкеска, ветеран Великой Отечественной войны Иван Константинович Задоченко с радостью встречает гостей. Фронтовик с удовольствием принимает поздравления и подарки. В числе гостей съемочная группа «Вестей» Альбина Ламкова продолжит. Дети есть, один пацан остался. А кто внуки? Внучка, это внучка. Она золотая, самая лучшая. Иван Задоченко живет в кругу семьи. Для него самое главное – забота и любовь родных. Мы очень гордимся, что в нашей семье есть ветеран Великой Отечественной войны. Пожелать здоровья ему – это самое главное. Сейчас в его годы, 98 лет, больше ничего не нужно. И всем ветеранам тоже пожелать здоровья, сказать огромное спасибо за их мужество, за мирное небо над головой, по земле, которой мы сейчас ходим. Это все благодаря им. На фронт Иван Константинович ушел в 17 лет. Воевал в составе 704-го стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны второй степени и многими медалями. До пенсии работал токарем на заводе «Холодмаш». Годы Великой Отечественной не сломили дух. Он, как никто, понимает ценность жизни. Ужасы долгой войны и сложные годы после нее не ожесточили его сердце. Сегодня дом Задоченко оживлен. Встречали гостей под лучами теплого весеннего солнца в уютном дворе. Украшают его и играют яркими красками цветы. Одни уже расцвели, а другие на подходе. Природа оживает, и это явление вдохновляет фронтовика. К тому же, любимое время года, рассказывает с приподнятым настроением Иван Константинович. Он с удовольствием общается с гостями. Преклонить голову перед вами. Примите от нас скромные подарки. Вам здоровья, здоровья. Радости вашим родным и близким. Это же великая победа. Так точно. Большая. Большая. Мы вам очень благодарны. Гордимся вами, что вы у нас есть. Особую торжественную атмосферу дня создали дети. Они прошли торжественным маршем у дома фронтовика. Исполнили песни военных лет. От лица ровесников хочу сказать вам то, что в случае необходимости мы будем стараться повторить ваш подвиг, не дать продвинуться нацизму и фашизму в нашу страну. 79 лет назад закончилась Великая Отечественная война, которая унесла баснословное количество погибших. 27 миллионов только погибло советских граждан. Долг и честь прибыть и почтить ветеранов. Мы должны чтить свою историю, чтить наших воинов, не забывать про них, помнить. И на их подвигах воспитывать нашу сегодняшнюю молодежь. Запечатлели памятное событие с человеком, на долю которого выпали тяжелые испытания войной. Общим фото. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Корчаева, Черкесия.